Альберт Глейс Глейс был одним из основателей группы художников Section Dior. Он также был членом Der Tum. Это немецкий авангардный художный журнал. Его многочисленные теоретические труды изначально больше всего ценились в Германии, где особенно в Bauhausen его идеям уделялось вдумчивое внимание. Глейс провел 4 года в Нью-Йорке, сыграл важную роль в ознакомлении Америки с современным искусством, был членом Общества независимых художников, основателем Ассоциации Эрнеста Ринана, а также основателем и участником Аббатства Критей. Аббатство Критей или группа Аббая была утопическим художественным литературным сообществом, основанным в октябре 1906 года. Глейс регулярно выставлялся в галерее современного искусства в Париже, был основателем, организатором и директором Абстракцион Креатион. Абстракция Созидания была свободной ассоциацией художников, созданной в Париже в 1931 году для противодействия влияния группы сюрреалистов, возглавляемой Андре Бретон. Было всего 21 год Глейсу, когда его работа под названием «Сеново лесу» была выставлена в Национальном обществе изящных искусств в 1932 году. Глейс и другие решили создать братскую ассоциацию художников и арендовать большой дом в Критей, аббатство Критей. Было самоукупаемым сообществом художников, которое стремилось развивать свое искусство без каких-либо коммерческих соображений. Почти год Глейс вместе с другими художниками, поэтами, музыкантами, писателями собирался, чтобы творить. Работы Глейза стали более синтетическими, с прокубистским компонентом. В 1909 году его стиль стал линейным и раздет, разбитым на множество форм и грани, с ослабленными цветами, близкими к стилю художника Анриэля Паканьея. С 1910 года был непосредственно связан с кубизмом, как художник и главный теоретик этого движения. С 1911 по 1912 год начал представлять объект, который больше не рассматривается с определенной точки зрения, а перестраивается после выбора последовательных точек зрения, то есть как бы его рассматривали одновременно с множества точек зрения и в четырех измерениях. В книге «Кубизм» Глезис и Метцингер писали, если бы мы хотели связать пространство художников-кубистов с геометрией, нам пришлось бы отнести это неевклидовым математикам, нам пришлось бы довольно подробно изучать некоторые из теорем Римана. Таким образом, сам кубизм не был основан на какой-либо геометрической теории, но лучше соответствовал неевклидовой геометрии, чем классической или евклидовой геометрии. Целью Глеза было воссоздать и синтезировать реальный мир в соответствии с его индивидуальным сознанием, ощущениями, посредством использования объемов для передачи прочности и структуры объекта. В феврале 1913 года он и другие художники представили новый стиль европейского современного искусства «Американская аудитория» в Нью-Йорке, Чикаго и Бостере. С началом Первой мировой войны поступил на службу во французскую арку, был назначен ответственным за организацию развлечений для войск. И в результате Жан Както обратился к нему с просьбой разработать декорации и костюмы для пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» вместе с Жоржем Вальмие. Уильяма из армии в 1915 году Глейс и его новая жена Джулия Трош переехали в Нью-Йорк, затем отправились в Барселону, затем вернулись в Нью-Йорк. В 1917 году начал писать поэтические зарисовки в стихах и в просьбе, некоторые из которых были опубликованы в периодическом издании «Кабиа», да-да, 391. Когда в Европе закончилась война, они вернулись во Францию, где его карьера в большей степени развивалась в направлении преподавания посредством письма, и он стал работать в Комитете Французских интеллектуальных союзов. Зимой 1118 года пришел к своей жене и сказал «Со мной случилось ужасно, я верю, что нахожу Бога». Присоединился к церкви только в 1141 году, его следующие 25 лет были потрачены на логические усилия не только найти Бога, но и обрести веру. Умер в Авеньоне 23 июня 1153 года, был похоронен в семейном мавзолее своей жены на кладбище в Сириере. Дэниел Робинс, искусствовед, писал. Индивидуальное развитие Глэза, его уникальная борьба за примирение сил сделали его одним из немногих художников, вышедших из кубизма в совершенно индивидуальном стиле, не отраженном более поздними художественными течениями. Хотя он иногда возвращался к более ранним темам, к этим более поздним работам, относились по-новому, на основе свежих идей. Он никогда не повторял свои более ранние стили, никогда не оставался неподвижным, но всегда становился более интенсивным, более страстным. Его жизнь закончилась в 1153 году, но его картины прежнему свидетельствуют о его готовности бороться за окончательный ответ. Это абстрактное искусство глубокого значения, парадоксально человечное, даже в самом своем поиске абсолютного порядка и истины, писал Дэниел Робинс. Вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике, теоретике, философе, совопроглашенном основателе кубизма и оказавшем влияние на парижскую школу Альберте Глейнс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok